Каля Пушкинского моста в Могилеве начались раскопки. Студенты Могилевского государственного университета им. Аркадия Коляшова расчищают подморок стародавней Троицкой церкви, которые на начале лютого нашли будильники во время работы на реконструкции моста и территории вокруг Е. На раскопках побывала наша здимуточная группа. Тут сейчас проводятся раскопки Троицкой церкви. Сейчас мы пытаемся открыть фундамент, посмотреть, какой же формы она была, потому что чертежей не сохранилась. Сейчас пока начальная работа, дальше будем углубляться. Раскопки подморку Троицкой церкви ведут студенты первого курса гисторика филологичного факультета. Они пока грязные. Это вот такие, до 17 века. Это вы сегодня все поднаходили? Это вот сегодня все. Этим черепкам пару сотен лет? Да. Пары и старшие. Периметр церкви добробачен из вышеней дорожного валу. Зараз археологи раскопали каменную огороджу и уже вызначили, где у входа церкви. Внутри первой метра, по коль, растут древы. Здесь будут алтарные части. Если что-то не успели вынести в 30-х и раньше, тогда, может, здесь что-то будет интересное найти. Троицкая церква в Могилёве вядома с 16-го стагодия, как стародауния. У конца 18-го, початку 19-го стагодия на Беразе взвели каменный будынок. Церкву закрыли при советской уладе и Коншаткова разбурыли после войны. Фото сделано с другой стороны Днепра. То есть, издалека, ну, конечно, сильное впечатление. Очень красиво в стиле классицизма впечатляет. Что робить с фундаментом староданий церквы, Коншаткова и рашенния за могилёвскими уладами, а не археологи пропануют свой вариант. Музификация. То есть, накрыть, сделать, выставить коллекцию того, что мы найдём, надеюсь, что материала будет много. Просто сделать объекты музификации. Ну, это, как бы, по мне, это самый хороший вариант. Вакол раскопок кипить будавництва, а не будавники, не глядяши на термины, супрацовничают с археологами и спиняются, коли треба. Так отбылось и, коли знайшли человеческие останки, на месяце проходских могилок. Студенты протягивают раскопки, археологи сподяются на цикавые знаходки, а могилючане на захование историко-культурной спадшины.